Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева сегодня говорим о том, как найти свой стиль. Для чего вообще необходимо сделать это, и какие сферы жизни можно и нужно стилизовать, я бы даже так сказала, да? Сегодня я пригласила в студию Светлану Токареву, журналиста, автора и стилиста. Света, здравствуйте. Добрый день. Всегда бывает интересно узнать о человеке, как вы пришли в эту профессию, с чего вообще начиналось. Мало того, я сейчас, я уже в социальных сетях держала интригу определенную, что мы всегда в практическую психологию приглашаем обязательно людей или с высшим психологическим образованием, или с медицинским, или же с педагогическим. Я уже сказала, что вы профессиональный психолог. Ну да, это правда. Я еще и ваша землячка, потому что родилась в Кировской области. И в свое время, в 16 лет, я очень хотела стать дизайнером и на это специально готовилась в школе. Проходила определенный курс рисования и так далее. И хотела здесь поступать в дизайнерский колледж. Но просто разворотом меня не пустили, я не прошла по зрению. И все. И на этом история дизайнерская моя закончилась. Я ушла сначала в Слободское педагогическое училище, затем с красным дипломом поступила в наш вятский педагогический университет и закончила образование, соответственно, психологическое. Затем моя история сложилась так, что я 5 лет руководила Центром досуга в санатории Митина. Отлично. И сегодня с подругой поедем туда гулять по теренкуру. Я соскучилась очень по этим местам. А потом случилась Москва. И 13 лет у меня за плечами в эфире информационных радиостанций «Коммерсант-ФМ», «Бизнес-ФМ», «Вести-ФМ» и «Москва-ФМ». И параллельно, ну вот как сейчас, как говорят, всегда от точки А до точки Б провести линию, можно только оказавшись в точке Б и обернувшись. И вот сейчас оборачиваясь, я абсолютно чётко понимаю, что все те или иные хитросплетения моей жизни, они пазлами просто сейчас выкладывают картину, в которой я нахожусь именно в данный момент. И получается, что я дизайном и стилем так или иначе занималась. Я в качестве хобби, консультации друзей, помощи с разбором гардероба, либо стилизацией, либо помощи при покупке одежды. Всегда этим занималась. Но однажды, это было через 5 лет после работы на радио, я попала в очень сложный эфир. Это были взрывы на Лубянке. Я оказалась в прямом эфире. И это был наисложнейший для меня эфир. Я была новичком именно в линейном ведении. Есть разница, вести новости или линейный эфир. И я, слава богу, оказалась очень опытным напарником, который вытянул всё на своих плечах. Потому что я потеряла дар речи, когда видела эти новости на лентах новостей. Ну, сначала один взрыв, потом второй. И всё, я не могла, я не знала, что говорить в этих ситуациях. Потому что я психологически была не готова к этому. И вот с того эфира мы протянули, выдержали, ну, там есть определённая градация, час через час. Выйдя через час с этого эфира, я поняла, что я, ну, практически без позвоночника морально. И я полностью была опустошена этим эфиром. И вот только тогда это был первый звонок о том, что радио-то не прикольно. А оказывается, ты чего-то не тянешь. А, наверное, нужно что-то менять. И надо очень серьёзно подумать, куда тебе идти. И как тебе восстанавливать энергию, которую тебя будет забирать такой эфир. И я была абсолютно права, потому что я ещё проработала на радиостанции семь лет после этого, после этой истории. Но в тот момент, в тот день, ровно тем вечером я сидела и пришивала кружево к платью, и я поняла, что это моя медитация. Что я восстанавливаюсь в этом формате. И затем у меня случилась Мальта, английский язык обучения. Затем летом, ну, вот взрывы были тоже где-то в марте. Я в конце марта улетела на Мальту, изучала английский. Летом я улетела во Флоренцию, взяла летний курс в школе моды. И затем осенью я поступила в британскую высшую школу дизайна у нас в Москве. Вот смотрите, такой путь к осуществлению своей мечты. Сначала от дизайнерского колледжа, в который почему-то по здоровью тебя не пустила жизнь. Но, тем не менее, я себе не предаю. Ты понимаешь, это всё, понимаешь, со временем. Это вот тебя так вынесло таким кульбитом вот в эту тему меня, что я тогда ещё не понимала, ну, может быть, какими-то факторами сознания я понимала, что вот это моя точка силы. И то, что мне даёт возможность как-то мечтать, вдохновляться. Я всё-таки про красоту. Я понимаю, что мой глаз ищет красивые картины, красивые места, красивые образы. Я этим вдохновляюсь. Да, эфир — это прекрасно, радио — это так классно. Все говорят, боже, какой гэп из деревни в Москву на радио. Это же так невозможно. Ты же вообще супер. А ты смотришь на них всех и не понимаешь. Ребята, вы о чём? Обычная работа, обычная профессия. Ты идёшь определённый путь, да, и это нормально. И вот так получается, что я потом, продолжая быть в этих достаточно сложных эфирах, запускалась она в радиостанции «Москва-ФМ». Я пришла к главному редактору, который был моим очень хорошим знакомым, и сказала, дай мне время на авторскую рубрику про стиле дизайна. Он говорит, Светка, тебе дам. И он мне дал это время, и я два года вела авторскую рубрику «Параллельно работая в информационном эфире». Там я поняла, насколько я люблю писать, насколько это вкусно и интересно складывать буквы слова, слова в предложение, искать форму, которая западает в сердце, в душу, в сознание слушателя. Когда человек садится в машину, а идёт информационный эфир. И на программе «Форма жизни» со Светланой Малеевой, а мне пришлось взять псевдоним, потому что это были разные радиостанции и были требования, человек выдыхает. То есть он погружается в другую атмосферу, в другую историю красоты, вдохновения, мечты, стиля, одежды, дизайна. Вот такая программа случилась. Ну а полтора года назад я всё перевернулась, и я сейчас в свободном полёте, и занимаюсь исключительно стилем, помогаю людям находить себя. Отлично. И это радует и тебя, и людей, которые оказываются рядом с тобой, да? И к нам ты сюда приехала не просто, наверное, погулять по красивым местам, да, встретиться с друзьями, но у тебя, наверное, есть какая-то определённая миссия. Абсолютно, да. Да, 25-го числа мы будем ждать встречи с тобой в Гайдио Холле. Да, это вот буквально среда. Да. В 19 часов, правильно я понимаю? В 19 часов мы встречаемся. Я буду вести мастер-класс «Стиль – это визитная карточка», где мы будем говорить о том, как коммуницировать через одежду с внешним миром, как учиться интриговать, вызывать доверие, там, соблазнять и убеждать своей одеждой. Потому что зачастую многие недооценивают этот инструмент. А на самом деле, если в это всмотреться глубже, абсолютно точно, стиль помогает нам самовыражаться и достигать определённых целей. Об этом многие не знают, не думают, не задумываются. Вот очень хочется на этом остановить. Или недооценивают. Абсолютно точно. Ну, так как у нас программа «Практическая психология», мы что-то, наверное, сегодня интересное уже для наших слушателей обязательно расскажем. Но начнём, наверное, с того, что когда учиться вот этому самому стилю, вот больше увлекаются этим, наверное, девчонки, девочки. Они как-то, по крайней мере, заточены на эти моменты. Вот ко мне приводят родители девочку. У неё там синие фиолетовые волосы, уже тату сделано, рваные джинсы. И мама в истерике. Сделайте что-нибудь. Вы понимаете, вот я ведь такой не была. Это что же такое? Я там думала девочку хорошенькую, родила умненькую, а она у меня, посмотрите, там с катушек слетела. А мы как психологи можем сказать, мама, скажите своей дочке спасибо, что в этом возрасте она протестует, даёт себе право, да, и не стесняется, не забивает себя в общепринятые рамки, а позволяет себе самовыражаться. Конечно же, да. Но мама-то ведь не может с этой историей жить, да? Это же не её история, это история её ребёнка. Маме же нужно, чтобы было всё как у всех, чтобы было прилично. И вот тут сразу же, как бы, да, моменты такие конфликтные, да? Девочка говорит, дайте я проживу свою собственную жизнь, да? Мама, 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 отдыхай, да? А мама говорит, может, куда-нибудь её отвезти на какие-нибудь курсы, кройки шить, я там, может быть, её там показать ещё, если психолог не может помочь, то, может быть, стилисту. Вот как стилист может в этой ситуации помочь? Я считаю, что, во-первых, надо маме идти к психологу и разговаривать с собой, и выяснять, почему она так реагирует на эту ситуацию, да, не вспоминая, может быть, себя, хотя у неё тоже был период протеста определённый, просто он выражался иначе. И это здорово, что такой вообще период есть, да? Потому что мы понимаем, что это как раз становление личности. Абсолютно. Но на этом этапе, я считаю, девочке вообще помогать не надо. Если у неё есть стремление и интерес к данной теме, то да, её можно там познакомить с каким-то стилистом, просто пообщаться на эту тему. Но нельзя девочку здесь вводить в рамки. Ей надо прожить этот опыт. То есть у человека должна появиться своя собственная потребность, да? Только тогда мы можем с вами вносить какие-то... Ну, вот смотрите, есть определённое... Есть такое понятие архетипы, и мы их проживаем. Есть архетип дочери, есть архетип возлюбленной, когда мы входим в ситуацию поиска отношений, да, и проживаем отношения. Есть архетип матери, когда мы становимся мамами и воспитываем детей. Потом ещё есть архетип наставницы, когда ты уже становишься преподавателем, экспертом, да, обучаешь кого-то. И это определённые этапы, которые желательно прожить в определённое время. И вот этот архетип дочери, архетип бунтарки, это всё абсолютно верный путь. И это всё правильно. Не нужно... Наоборот, нужно стать другом и партнёром дочери на этом этапе. И попробовать её услышать, и попробовать её понять. А не навязывать. Не навязывать. Мы такие взрослые, мы такие правильные, мы всё знаем. Так вот, в такой ситуации лучше посмотреть на себя. Правда, правда. С собой поработать. Причём то же самое касается и мальчишек. Ведь, да, сейчас мальчишки тоже самовыражаются. И я говорю, это же замечательно, что у них есть желание, есть стремление, они погружаются. Да, я, конечно, сейчас говорю про какие-то, например, конструктивные субкультуры. То есть, например, они деструктивны. То есть всё равно родители должны держать руку на пульсе. Но, боже, раньше, помнишь, татуировки только в тюрьмах. А сейчас на каждом втором, ну, как мне сказал один знакомый, боже, нас ждёт самое красивое и интересное и весёлое время пенсионеров. Да, у нас будут такие весёлые пенсионеры, все знакомые. Это раньше, когда мы приезжали в Германию и удивлялись, смотрели на этих бабушек, дедушек, которые все в тату, да? Да, да, да. Ну что, неужели так невозможно, оказывается, это случится и в нашей своей жизни, да? Абсолютно реально, да. Ну вот дорвались. Ну ради бога, ребят, у каждого своя эта история. И если вот так они самовыражаются, сейчас такой тренд в кофейнях, как правило, в таких мини-кофейнях в Москве работают девочки и мальчики. Они вообще тотально, все руки у них в татуировках, и они ещё залиты разноцветными красками. И это, конечно, выглядит очень интересно лично для меня, как для специалиста. У них ещё там ирокезы, различные прически, дреды. Ну вот так они себя чувствуют красивыми. Ну вот смотрите, мы же с вами опять-таки, будучи оба психолога, понимаем, что это ведь своего рода ещё и крик души. Да, мир, посмотри на меня, вот я здесь, такой неповторимый. Учитывая, какой у нас была с вами историческая история, да, когда нам всем запрещали вообще выделяться школьной формы и так далее. Может быть, это где-то вообще на генетическом уровне сидит, когда у нас всех по линеечке, мы ходили по струнке, строй, друг за другом и так далее. И вот, может быть, в этом сейчас, я просто сейчас рассуждаю, другое поколение самовыражается именно через это. Они не готовы ходить по струнке и выполнять требования родителей. Напротив, они будут, мне кажется, до последнего бунтовать и показывать себя. И в этом они совершенно прекрасны. Ну смотрите, идём дальше. Итак, девочка вот эта вырастает, там, выходит замуж, да, сразу же дети появляются, да. И вот опять следующая история. Женщина, замученная выживанием, там, дом, работа, дети, муж, а себе любима некогда или по остаточному принципу? Когда там опять о стиле? Про что это? Когда забывают о себе? Да. Про нелюбовь к себе? Мне кажется, здесь очень важно понимать, ведь зачастую с чем мы сталкиваемся? Девчонки, находясь в этапе отношений, очень заботятся о том, чтобы они понравились мужчине и выделяться, и быть лучше, и так далее. Но мы знаем проблему, когда люди входят в семью и считают, что больше не особо и нужно быть красивыми. И это проблема, да. Мы знаем, что ходим в буклях, в бегудях и так далее, и вообще с масками на лице. Я считаю, что если это всё в юмор уводить, да, что муж меня должен видеть в самых чудесных... Образах. Да, и если есть вот это понимание между мужем и женой, да, вот такой ты меня ещё не видел. Такие ролевые игры своего рода. Да, why not, почему бы и нет. Но зачастую многие погружаются в вот эту роль на сетке мамы, да, и совершенно забывают о том, что мы остаёмся женщинами, мы должны быть красивыми, желанными и так далее. У всех там своя история, но об этом забывать обназначено нельзя. Нужно что-то делать. Ну, если, опять же, есть пары, которых это абсолютно устраивает, они ходят в футболках, мы знаем американцев, которые, в принципе, не заморачиваются. Они ходят в футболках, в шортах, они в полном весе, и они чудесно уживаются друг с другом. Есть у нас эта ментальность, у россиянок, что мы должны быть всегда на высоте. И мы знаем, что очень многие европейцы смотрят в сторону, в нашу сторону, потому что уже и итальянки, феминистки, и они уже больше думают о себе, и они самовыражаются иначе и так далее. И вот наши ещё, мы ещё остались мягкими, женственными. Мы-то видим смену, сдвиг градуса, он есть у нас. Мы тоже уходим немножко в мужскую историю, многие сейчас из нас. Но всё равно мы отличаемся от того мира, от Запада, от Европы. Мы всё ещё хотим быть женственными и прекрасными. Но вот это падение в эту яму, когда тебе ничего не интересно, проблема в том, что мы начинаем погружаться в другую систему координат и интересуемся всем, кроме себя. И вот эта забывчивость о себе, она, конечно, потом может больно сказаться, в том числе и на отношениях сказаться в минус. Но вот здесь надо вовремя задуматься, потому что, когда мы говорим о поиске стиля, первое, что я делаю, это я высылаю клиенткам анкету, где есть конкретные вопросы, в какой ситуации вы сейчас находитесь. То есть там прямо описываешь жизненную ситуацию? Мне надо понять, где сейчас человек находится, потому что мы все проходим определённые жизненные этапы, мы все проходим кризисы, и мы меняемся после кризиса, и наше восприятие жизни меняется, и стиль наш тоже меняется. Мы не можем застыть в одном стиле, носить короткие юбки до 60 лет. Это выглядит как минимум странно, да? Да, но, в принципе, посмотри, мы можем это видеть и наблюдать, да, когда женщина... Недопрожила определённый образ, когда мама ей запрещала носить мини-юбки, и теперь она отрывается. И теперь она в 50 лет, это будет себе... Но если у неё красивые коленки и хорошие ноги, да почему бы и нет? Если даже некрасивые коленки, почему бы и нет? И если она чувствует себя в этом... Да, я же ещё всё бунтарка, понимаешь? Комфорт, да, почему бы и нет? Но в целом, конечно, вот эти вопросы, они о свидании с собой, потому что проблема в том, что мы зачастую живём, и у нас нет времени на себя. И когда у меня клиентки садятся, а там есть такая рекомендация, пожалуйста, бокал вина, вечер, никто не мешает, поговорите с собой, и идут вопросы, да, на которые нужно ответить. Некоторые просто говорят, Свет, спасибо только за это, мы уже многое про себя поняли. Ну, потому что некогда поговорить с собой. А потом... Вообще наедине остаться некогда с собой. Наедине с собой, да. И вопросы из серии даже вот, кто вас одевал, мама, ну, кто вас одевал, если всё решала мама, то мы зачастую имеем проблему с решительностью, и человек приходит в примерочную, и, как правило, поддаётся общему мнению консультанта, который говорит, Боже, как вам прекрасно это платье. Она сама решить ничего не может, она не привыкла, она не знает, она нерешительна. Она берёт это платье, доверяя консультанту, приходит домой, меряет, ей не нравится, и она его откладывает в долгий ящик. И, как я говорю всегда, что, когда ты разбираешь гардероб, это же медицинская карта. Ты, когда приходишь и открываешь чужой гардероб, ты же многое видишь и понимаешь. Тональность гардероба, какие вещи преобладают, что человек куда его больше тянет. И вдруг где-нибудь в углу на дальней полке лежит какое-нибудь лимонное платье в сером гардеробе. И ты понимаешь, что что-то внутри было, когда она это платье купила. Ну, что-то же где-то ёкнуло. Какое-то импульсивное, да, такое желание? Импульсивная покупка, в которой в ней проснулся этот импульс. Она купила это платье, а пришла домой и не решилась его надеть. И вот эта задача стилиста – найти компромисс между не с этим платьем, но с какой-то другой вещью, которая может быть немножко в таком же оттенке, но человек позволит её себе надеть. То есть получается, что вообще первое, что женщина делает, это сначала сама себя начинает слышать. Да, а с этим проблемы огромные. Потому что мы нигде не учили, нам же так делай, как я, там в школе тоже, в институте, ну, тем более, там вообще уже столько всевозможного шума эфирного, да, тебе некогда услышать свой голос. Да, и вот этот диалог с собой, это свидание, эти вопросы, это про разговор с собой. И там вопросы из серии, что есть внутри, что хочется показать снаружи, да, что у вас есть. И, конечно же, я могу сказать статистику, ну, общую. В основном всё, что хотят показать наши женщины – это сексуальность и женственность. Это приоритет. Отлично. Сексуальность и женственность – это то, что нам, ну, прямо, знаешь, это ведь можно и не через одежду показать. Вот смотришь в глаза и видишь там и сексуальность, и женственность, улыбка. У меня сейчас был мастер-класс у дизайнера Нади Зотовой в студии Enjoy Home, и она говорит, Света, как сказал мне один мой знакомый, сексуальность, она внутри, и её скрыть невозможно. Есть такие женщины, да, которые могут в скафандр одеться, и при этом секс у них будет светиться и скрыть из глаз. Но этого секса можно добавить одеждой. Конечно. Ну, вот я вчера, например, специально перед встречей с тобой смотрела фильм «Какой до Шанель». До Шанель. И вот я смотрела, как она себя одевает. Ну, это художественный фильм, понятно, что там есть, как бы, да, какое-то видение сценариста, там ещё что-то. Как вот она себя одевает вот в эти сиротские платьишки, да. Но ведь она и в них даже великолепно выглядит. Ну, она тонкая и звонкая, понимаешь? Да. И поэтому здесь проще. Как бы ты не прятала свою сексуальность и свой стиль под одеждой, да. Потом я многим клиентам говорю, не многим, но есть такие случаются, что тебя не испортить. Ну, то есть есть клиенты, которым повезло с фигурой, со своими данными и с копной волос, гривой, кудрявой, да, и она уже привлекает внимание с собой. Поэтому есть задача отформатировать немножко стиль, просто убрать то, что ей не подходит. Но она даже в том, что ей не подходит, будет выразительно, её будет видно, да. Но если есть у неё запрос, мы что-то меняем. А есть те, кого надо корректировать, уводить взгляд от сложных зон и к плюсам, да, от минусов к плюсам. А тут мы дальше уже переходим к телу, да. То есть мы смотрим форму фигур, да, обязательно дальше. Ну, то есть у нас же стиль – это что? Это форма, это цвет и это индивидуальность. Потому что, по большому счёту, стиль – это наш характер. Идеальный индивидуальный стиль в идеале должен рассказывать, кто вы и про что вы. Он должен рассказывать вашу историю. Он должен оправдывать ожидания. Вот эта история оправдания ожиданий, она очень важна, потому что зачастую, если вы интроверт, и вам говорят, вам идёт красное платье, вы его надеваете, и оно забирает у вас энергию, потому что вы интроверт, вы не можете справиться с тем количеством энергии и внимания внешнего к себе, которое вызывает красный цвет. Есть те, кто с красным цветом стены проламывает, да, они заходят, как на танке, въезжают в офис, идя на переговоры в красном цвете. Он им силу даёт, потому что они сами внутренне сильны. А есть интроверты, их нельзя вообще кантовать по этой теме. Их нужно в другое одевать. А тут они прочитали, что красный цвет стиля, решили себе надеть красненькое платьишко. Да, или же ты пришёл в бар и оделся, оголил спину, надел мини-юбку в люрексе, и к тебе подходит мужчина знакомиться, ты говоришь, а я вообще, я не такая. Но всё тело и весь образ кричит, что вы хотите познакомиться. Тут вот есть такие нюансы, которые мы зачастую неосознанно пытаемся пробовать. Но это же опять-таки про наши желания, да? То есть которые мы не осознаём, но вот через одежду можем человеку, миру показать. Правда? Да, но зачастую эти желания хочется в хорошую упаковку упаковать. Вот, это другое дело, да? И вот этому, в принципе, вы и учились на протяжении практически всей этой жизни, да? И, как вы сказали, флоренская школа? Школа называлась Полимода. Это школа моды во Флоренции. Я там училась на курсе трендов. Есть такое понятие, как тренды. И там очень была специфическая школа. Я имею в виду, что она, конечно, европейская школа, она совершенно другая, нежели российская. И там вдохновение невероятное, преподаватели все чудесные. Всё там на английском языке преподавалось. Там большая практическая работа велась. Это в течение полутора месяцев я там училась и потом пошла в Британку. Что-то хотела сказать, забыла сейчас про что-то из этого. И получается, что в Британке уже я занималась именно стилистикой для разных лукбуков, для журналов. Вот этому мы обучались. Но касательно трендов. Мне тоже сейчас задали вопрос на последнем мастер-классе. Света, как ты относишься к трендам, да? Многие же тренды, они же задают рамки, они же ведут за собой, да? И замечательно, если ты можешь тренды встраивать в свою систему координат, понимать, что тебе откликается, а не голословно надевать то, что предлагает тебе индустрия фэшн, и это носить. Вот это следование прямое, оно, конечно, это про моду. Это не про стиль. Да, это опять вот рамки, правда, определенные. Это как все. А вот чтобы не как все, чтобы я... Ты смотришь на человека и понимаешь, что вот здесь, наверное, вот там, да, вот было бы неплохо вот это, это и это. А человек говорит, нет, стоп. Хотя я вам и тут написала на анкете все, и для меня очень много это уже, как бы, да, эмоций, чувств, переживаний. Но, тем не менее, в то, что вы мне предлагаете сейчас, да, я все равно себя некомфортно чувствую. Ну, потому что ты видишь уже ресурсы этого человека, а он еще до этих ресурсов... Не осознал. Он их еще не осознал. Да, как вот в этой истории быть? Ты знаешь, я здесь очень френдли с клиентами, потому что стилисты разные, они по-разному позиционируют себя. Некоторые директивно говорят, что вам идет это или не идет. Да, и так, снимите это немедленно, да, вот это оденьте. Да, 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 но с чем мы сталкиваемся, и мы говорили с тобой об этом перед эфиром, что... Мы можем здесь тоже это проговорить. Да, проговорим сейчас, потому что это очень важный момент, что все эти программы, про которые мы знаем, до и после, снимите это немедленно, модный приговор. Там же что происходит? Человека из точки А переводят в точку Б, а просто по щелчку одномоментно. Да, так считает специалист. Да, они вас так видят. Мы посмотрели на вашу фигуру, посмотрели на ваш цвет волос, форму и цвет глаз, да, и мы решали. Вам это идет. Это имиджология, когда имидж создают человеку, но человеку этот имидж должен откликаться. То есть он должен дорасти, развиться, да, своего рода, правильно я понимаю? Он должен понять, ему должно откликнуться, что вот этот цвет, ему в нем комфортно, да, что вот эта многослойность, да, ему это нравится, он это проживает, он это чувствует. Но что происходит, допустим, на модном приговоре? Человека переодевают. Недавно я смотрела одну из программ с певицей, которая поет на теплоходе музыка, играет за Рубина. Боже, она же в своей, я не знаю, 60, совершенная девочка, чудесная. И ей поменяли стрижку, ей поменяли образы. И ей она взяла вот этот комплект, который ей подобрали стилисты, только по одной причине. Последнее вечернее платье, в котором она будет выходить на сцену. Все остальное ей не понравилось, хотя она в этом была шикарная, просто харизматичная, интересная, красивая женщина. Но надо было видеть, в чем она пришла и что она выбирала. И сейчас, когда я вижу ее какие-то концерты, я вижу, что она вернулась ровно к тому же образу, в котором она пришла на этот приговор. И вот это дилемма и проблема, что многие участники этой программы, они не носят то, что им подобрали. Да, круто, да, аплодисменты, здорово, все все выбрали. Но это нигде им не откликнулось. Они к этому еще не пришли. И я говорю это постоянно, все хотят таблетки. То есть пришел стилист и все решил. Но стиль, нахождение своего стиля, это путь. Степ-бай-степ, шаг за шагом узнавать себя и проявлять себя через одежду. Иногда это ошибки, иногда это попытки. И это надо пройти. Мини-юбки надо пройти, блестки надо пройти, попробовать. Я ходила на один семинар потрясающий, есть такой стилист Аня Шарлай. Я была у нее на семинаре, приехала девочка, кажется, из Новосибирска. И ей нужно было рассказать одну историю. И когда ты ее слушаешь, то ты понимаешь, и так живут практически все в регионах, что вещи покупаются исключительно по практическому принципу. Она обувь покупает, чтобы ей было удобно, чтобы она не пачкалась, то есть брюки, чтобы не пачкались, и все исходит из этого. А еще лучше, чтобы ничего не гладить, это про меня. Я люблю, чтобы ничего не гладить. Да, и вот здесь мы сталкиваемся с тем, что невозможно найти стиль свой, если ты идешь по практическому принципу. Иногда нужно прийти в магазин и, не глядя на цены, выбрать какую-то одежду. Просто выбрать. Не значит, что покупать. Но примерить то платье, на которое ты откликнулась. Ты его наденешь, ты себя иначе ощутишь, и, может быть, там сошьешь где-то за другие деньги. Либо там еще что-то найдешь. Но ты поймешь, что ты можешь быть другой. И вот это очень важно, когда не по практическому принципу, а потому что тебе, как женщине, захотелось. Я понимаю, что это дилемма в регионах, когда они самые большие зарплаты, и ты думаешь, куда деньги потратить. На ребенка, на какую-нибудь школу, на курсы, на семинары, на еду, образно говоря, на учебу, или же там себе на платье. Но мы с вами должны опять-таки всегда помнить о том, что если ты начнешь экономить на себе, то получается, что и весь мир начнет экономить на тебе. Это же опять тема про любовь к себе. Я бы сказала немножко иначе. Когда мы позволяем себе что-то, это же про ресурс. Конечно. А когда мама в ресурсе... Да, то есть все вокруг счастливы. Да, everyone is happy. Это такая история, когда мама должна позволять себе что-то, потому что всем достанется от мамы по полной программе, в хорошем смысле этого слова. Да, действительно. Итак, как раз мы ответили на тему того, что женщина, замученная выживанием, она прежде всего должна думать опять-таки о себе, потому что именно через нее будет добро, счастье, любовь, здоровье и нежность всей остальной семье. И мужу, разумеется, тоже достанется. Всем сестрам по седам. Это в обязательном порядке. Мы продолжаем программу практической психологии. В студии семейный психолог Надежда Бушмелева, а также журналист, автор и стилист Светлана Токарева. Света, вот стиль, это все-таки внутреннее такое состояние. У человека возникают такие в жизни моменты, когда, например, развод, какие-то кризисы. И вот вроде бы у меня там что-то было. Я любила одеваться в такую одежду, потому что я была в амплуатах, не знаю, барышней-крестьянке. Или шальной императрицей. Или шальной императрицей, да. И вот пережив определенные события в своей жизни, я понимаю, что я уже другая, совсем другая. Как, опять-таки, получается, мне нужно обрести себя, понять, разобраться в этом, да. И как с помощью одежды я могу вот транслировать этому миру, что я другая, я на другом этапе. Есть такая теория, что в гардеробе всегда должна быть одежда, которая отражает разные настроения. Одежда, которая позволяет воскучать, пострадать, да. Допустим, какие-то серые оттенки. Одежда для радости, одежда для достижений. Отлично, как красиво звучит. У нас такие эмоции, спектр эмоций. И под каждую эмоцию можно подобрать одежду. И ты, находясь в каком-то утром, просыпаясь в настроении, понимаешь, сегодня я веселая. Поэтому я сегодня надену желтый кардиган и юбку-плиссе какую-нибудь, да, как вариант. Вот есть такая стилистика. Но в целом здесь, опять же, важно все-таки помнить о задаче. Когда ты находишься в кризисе, и когда ты хочешь вытащить себя, ну, образно говоря, за волосы из этого кризиса. Женщины же начинают делать стрижки, там, красить волосы, да. И шоппинг в том числе. Женщина начинает идти в магазин. И вот здесь важно же понимать, не бесцельно, лишь бы что-то купить. Хотя, если это поможет, why not? Почему бы нет? Но здесь мы хотим понять, куда мы идем. Какая задача поставлена. И здесь есть... Кто-то хочет больше, девчонки, транслировать женственность. И есть определенные инструменты, да, как это привлечь внимание, как стать более женственной и манкой во внешнем мире. Вот, да, вот, пожалуйста, примеры такие из практики, да. Да, девушка рассталась со своим, там, мужчиной, да, потому что он, там, завел любовницу, там, они... Да, потому что... И когда прощался, он говорил, ну, ты посмотри на себя, да. Ты уже неинтересна, ты скучна, ты несексуальна. Вообще, ты как синчулок, да. И что девушка делает? Она берет... Она берет, как она рассказывает, я беру все свои денежные сбережения и покупаю себе, там, какое-то собластительное нижнее белье, которое я потом никогда не одену. А помнишь фильм с Барбарой Стрейзенд? Зеркало. Как же оно называлось-то? Когда она вышла замуж, на ней женились, как на педагоге, на профессоре литературы. Мужчина решил провести эксперимент, и она такая вся синий чулок. А ей хочется любви, ласки, внимания и страсти. И она никак этого не видит в нем. И в итоге, когда он уезжает в командировку в очередную, она решает изменить себя, начинает грызть морковку, крутить педаль велосипеда и полностью меняет себя. И он приходит, провозвращается, и она видит эту страсть в его глазах. И она такой satisfaction. И это замечательно и круто. Но я почему-то всегда считаю, что здесь важнее, куда стать интересной себе. Потому что, как говорят, почему мы наблюдаем за чужой жизнью? Потому что своя, не наполненная и неинтересная. И не нужно идти от формата мужчина сказал, ты стала мне неинтересной. Вот я бы этого мужчину опасалась и больше к нему не возвращалась. Но если мужчина позволил себе право, дал себе вообще в целом так говорить. Оценочно, да? Да. Занизил вашу оценку, обесценил вас. То, ну, это же опять история и про вас в том числе. Нужно задуматься. Но через одежду, да, можно самовыразиться как-то иначе. И если мы говорим про сексуальные атрибуты, то есть у нас социальные атрибуты сексуальности. Это, допустим, корсеты, это сетка, чулки и так далее. Но есть эволюционные триггеры. Я надеюсь... Ну, триггеры, знаки, сигналы, да? Да, которые идут из глубокой древности. Так вот, я сейчас только часть приоткрою, потому что иначе... Отлично. Я буду рассказывать на мастер-классе. Отлично, отлично. Мы как раз и приглашали всех наших слушателей. Да. Чуть-чуть поделитесь с нами. В среду, да, буду подробнее рассказывать. Но, как правило, это история ранимых зон. То есть у нас есть на теле ранимые зоны, которые очень легко ранить. Это запястье, это щиколотки и это ключица и шея, да? И когда вы эти зоны оголяете, у мужчины возникает невольное желание вас защищать. Эволюционное. На генетическом уровне. На генетическом уровне. Это не значит только так или и не иначе, да? Есть другие сигналы женщины и тела, которые привлекают. Но вот этот момент просто можно попрактиковать. Когда вы надеваете рубашку и расстёгиваете на одну пуговку больше, которая оголяет ваши ключицы, да? И это уже другой месседж, нежели вы под шею полностью там в какой-нибудь футболке, да? Ну, там ещё есть формат текстур, формат определённых серёжек и так далее. Но вот иногда просто надо погрузиться в какую-то оболочку, чтобы в себе пробудить какие-то качества. Я до тебя была у эндокринолога на приёме, и это потрясающая женщина совершенно... Мы даже потом углубились в тему стиля, и она говорит... Я сейчас просто... Она меня озадачила немножко и подтвердила некоторые мои доводы. Она говорит, вы представляете, ведь когда женщина в платье, у мужчины автоматически поднимается тестостерон, да? И это... А в чём сейчас наши девушки ходят? Это говорит эндокринолог. Это говорит... Да, конечно, которая работает постоянно. 24 часа в сутки с гормонами. У мужчины поднимается тестостерон. И я думаю, вот оно, батюшки, вот оно, как всё выражается. Достаточно надеть платье, и мужчина уже на тебя обратит внимание. Согласна. Полностью и с врачом, и с тобой тоже. Тоже очень сильно люблю платьишки. Но, тем не менее, опять-таки, к практическим моментам возвращаемся. У нас брюки самый ходовый вариант. Сейчас, да. Это очень удобно, и это и сексуально порой бывает, да? Я всегда сторонница того, что если тебе удобно, ты можешь это себе позволить, да? Но место для чудес, как я всегда говорю, обязательно должно у тебя быть в жизни, да? То есть вот эти... Не так, что открываешь гардероб, да, и там вот эти футболки, там шорты, брюки, брюки, опять-опять брюки, опять-опять брюки, да? Потому что ведь женщина себя в такие моменты, наверное, уже и женщина перестаёт ощущать, когда я всё время в брюках. А вы какая, спрашиваю я иногда клиентов. Она говорит, я такая творческая. Я говорю, хорошо. А почему в вашем гардеробе пять джинсов и пять белых футболок? А творчество где? Где? В чём оно? Нет, вообще я творческая. Это, может быть, у меня вот то самое внутреннее желание, которое я никак не могу осознать и пробудить в себе. А творчество и вообще стиль, он же в деталях. Дьявол в деталях. Поэтому это определённое умение подстраивать одежду под себя. Стиль – это умение одежду подчинять себе, а не наоборот, когда одежда подчиняет себе вас. Да. И вот эти вот некие инструменты стилистические, я тоже о них буду рассказывать, когда вы сформируете свой собственный стиль определёнными элементами в одежде. Они, казалось бы, элементарные, но о них многие забывают. У меня был такой даже пост в Фейсбуке, он назывался «Да ладно». Я говорю клиентке, пожалуйста, подверните брючину на один загиб и откройте, дайте воздух и щиколоткам открывает, подходит к зеркалу, смотрится «Да ладно». Я говорю, да, а вот этот джемпер нужно переодеть задом наперёд и показать декольте на спине. Переодевает, смотрит на спину, такая «Да ладно». И вот, казалось бы, для меня, я почему начала всё это рассказывать? Мне моя хорошая знакомая говорит, «Свет, ну, начинаешь делиться своими знаниями?» Я говорю, это всем известно. Она говорит, ты не права. Конечно. Это не знает никто, половина людей это не знает. И поэтому я вот и пришла к мастер-классам. Потому что ты начинаешь это рассказывать на разборе гардероба, и они на тебя 6 на 9 глаза делают. А для меня это элементарные вещи, которые уже вшиты в систему координат. Ну, потому что ты сейчас уже в архетипе эксперта, да? Тоже своего рода доросла, да? Ну, слава богу, да. И поэтому посмотри, а всегда, когда есть потребность, да, всегда, конечно же, есть и люди, которым это будет интересно. Но просто тебе кажется, это такая мелочь. Что тут непонятного? А выясняется, что очень многие... Да, мы можем говорить про тренды, мы можем говорить про моду, но проблема в другом. Наши женщины вот на элементарном уровне не знают самых наипростейших правил, как, внеся их в свою жизнь, выглядеть лучше. А еще мне кажется, что ты как раз тоже практикоориентированная, и поэтому это всегда бывает востребовано. Как наша программа практической психологии. Возвращаемся сюда. Итак, вот смотри, базовые элементы, которые должны присутствовать в жизни современного человека, на мой взгляд, да, это, ну, там, дружелюбие, оптимизм, там, да, стрессоустойчивость. Ну, вообще, вот у тебя какая-то есть формула, которая тебе позволяет идти дальше, двигаться, развиваться? Вот что это за такая формула твоих... Моя формула называется чеширский кот. Ну, вот так она выработалась. Я очень улыбчива. Это, конечно, спасибо папе. И все, с кем я встречаюсь, отмечают, там, мою обаятельную улыбку. И есть внутренний оптимизм, который позволяет мне двигаться по жизни. Ну, вот это то, что меня спасает, да? И не то, чтобы я там улыбаюсь специально и на людей, у меня такая... Потребность просто улыбаться и зарить улыбку этому миру, да? Да, да, да. Обаяние, улыбка и доброжелательность, расположение к людям. Этого достаточно бывает порой. Вот как, с чем я сталкиваюсь? Я начала рассказывать про себя и про стиль в социальных сетях с прошлого лета. Я помню тот самый первый тост, пост, который ты прочитала про то, что я сейчас хочу быть вот именно, уйти вот в эту область. И я как раз тогда тебя добавила в друзья, думаю, я хочу посмотреть, как будет развиваться эта девушка. Да, вот, и я развиваюсь. Я очень рада, что ты сегодня у меня на программе. Я тоже, мне приятно, что вы меня пригласили. Но в целом я понимаю, вот опять же, оборачиваясь с этой точки, что там выступление в санатории Митина, работа на радио, умение держать лицо, голос, знания в стиле, они все сложились в один пазл. И сейчас на мастер-классе я замечаю, что когда люди приходят и говорят, Света, а мы пришли с тобой познакомиться. Помимо того, что им хочется узнать что-то о стиле, они хотят узнать человека, которого они видят в Фейсбуке. Они тебя читают, а это доверительный маркетинг. Когда ты искренне рассказываешь про себя, про свои интересы, про свои ценности, люди, читая, на тебя подписываются, они начинают комментировать, и им начинает откликаться. Я вижу, что меня приглашают не потому что же, что у меня там куча картинок в Инстаграме стильных. Их нет. Ты понимаешь? Их нет. У меня нет до и после. А вот здесь мы тут на шопинге. Это минимум. У меня просто красивая история фотографий, потому что у меня хорошая визуальная история. Я славливаю очень все эти композиционные моменты цветовые. У меня там красивый альбом. Но в целом я только пишу в Фейсбуке. Там основные мои подписчики. И они реагируют на личность. И поэтому стилист – это психолог наполовину. И я понимаю, что люди идут ко мне разбирать гардеробы и зовут меня на шопинге, на консультации, просто потому что я им нравлюсь. И просто потому, что это хорошая психотерапия. Причем она уже такая не просто на уровне шопинга пришел, что-то купил, а это уже действительно на уровне, я бы сказала, научной планки. С базой определенной. С базой определенной. Так вот сейчас, кстати, о базе. Что же в завершении нашей программы, что же должно быть у современной женщины базовое такое, да? Базовое? В гардеробе, да. Все зависит от фигуры, конечно же. Я очень люблю юбки-карандаши, которые мне не идут по данной фигуре. Но я их очень умножаю. А у тебя позволяет это абсолютно. Но здесь важно, допустим, миксовать классику с строгий дресс-код, с каким-то casual. И если ты наденешь свою строгую юбку определенной формы, да, с рубашкой мужа, оверсайз, и закатаешь рукава, и немножко дашь здесь пуговиц побольше, и распахнешь, то это получится такой деловой casual, да? Ты будешь иначе, ты другая будешь, нежели в рубашке, которую я сейчас нещадно вычищаю из всех гардеробов, slim fit, приталенные рубашки, у всех же по фигуре, мне муж накупил 10 рубашек, я буду все выбросить и воздевать рубашку мужа. А он сопротивляется. Как договоритесь. Вот. И поэтому мужская рубашка или же рубашка оверсайз, которую я советую покупать в мужских отделах, футболки оверсайз, когда вы берете, покупаете на размер, больше не в обтяжку, это дает свободу воображению и дает немножко другой силуэт вам, а если ты тонкая и звонкая, ты вообще можешь себе это позволить, подворачиваете чуть-чуть рукава, и это некая небрежность, нам всем нравится французский шик, парижский шарм, и вот это вот вышел, значит, он в рваной футболке растянутой и сунул пятерню в себе, в прическе у него, он невероятно сексуален и обаятелен, этот француз, да, мы все думаем, как же, как же так, немножко дать себе расслабленности в образе, ну, настолько мы упакованные, настолько мы все правильные. Немного сосредоточенные. Четкие стильные, нет, немножко дать себе расслабленности, поэтому юбка-карандаш, да, но это, опять же, микс, если вы юбку-карандаш, миксуете с мужской рубашкой, и мы говорим про хорошие фигуры сейчас, и с кедами вы абсолютно актуальны. Отлично. Да, если нужно пойти куда-то на более высокого статуса мероприятия, хорошо туфли-лодочки бархатные. Бархатные, они намного статуснее, интереснее и богаче смотрятся. Чем лаковые. Лаковые не так, чем бархатные. Да, меньше лак. И я всегда говорю своим клиентам о том, что бы они внимание обратили на бархатную обувь. И когда мы говорим о статусе, и когда мы хотим вырасти в должности и вообще выйти на другой уровень в профессии, это всегда надо вытягивать через одежду, через фактуры, не через хлопковые рубашки, а через такие а-ля Хуга Босс, которые идут немножко с покрытием шелковым. Ты уже иначе выглядишь, ты уже заявляешь себя иначе. Вот мое любимое сочетание это мужская рубашка и юбка-карандаш. В целом все остальное очень индивидуально от фигуры зависит. Надо смотреть. Света, спасибо большое. Все самые такие интересные вещи, красивые картинки и, я бы сказала, тайны, да, ты раскроешь... На мастер-классе в среду. Да, ты раскроешь на мастер-классе. Да, и билеты можно купить непосредственно в Гауди-холле либо сегодня, либо завтра. А сегодня понедельник. А сегодня понедельник. Да, мы в среду. В среду в 19.00 начинаем. Будет много сюрпризов. Отлично, отлично. Приходите. Итак, тема будет стиль. Это лизинная карточка. Да, 25.00 в 19.00 Гауди-холл. Ну, а сегодня мы заканчиваем программу практической психологии. В гостях у меня была журналист, психолог. Спасибо. Автор, а также стилист Светлана Токаревна. Света, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Очень приятно и интересно. Это взаимно. Всего доброго, счастья, удачи и любви всем.